Их работа в мирное время, пример героизма, награду из рук Владимира Путина получили лидеры поисковых отрядов Татарстана. Александра Коноплева наградили Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени, а еще один активист получил благодарность от президента России. Дарья Турцева, тех кто из года в год ставит точку в истории пропавших без вести. Орден за заслуги перед Отечеством занял место на стеллаже с другими наградами поискового отряда Отечества. Рядом с медалями на соседней полке медальоны тех кто не вернулся с войны. Надписи на записках внутри поблекли от времени, их сложно прочитать. По ним и еще по личным вещам, найденным на полях сражений поисковики устанавливают личности погибших солдат. У нас очень большие проблемы с заброшенными воинскими кладбищами в лесу, где они были в 60-е годы просто уничтожены, а никто из них перезахоронен не был. То есть люди думают, что они бойцы похоронен на мемориалах, реально они как в лесу лежали, так просто и лежат на вырубках, сверху были посажены посадки и так далее. То есть работа еще предстоит большая. За 20 лет поисковики Татарстана нашли более 2000 останков и восстановили имена 800 солдат и офицеров, которые ранее считались пропавшими без вести. Современные технологии упростили эту работу. Геоинформационная технология использования GPS, самое главное в поиске это статистика. То есть чем мы больше с места боев наберем статистики по именным вещам полностью, значит там с возрастом, с ростом, то потом уже при обработке вот этот результат в архиве сказывается как бы в процентах. То есть если без использования 3-4% у нас тот человек, то используя геоинформационную систему у нас результат пока мы достигли до 30%. Сейчас в офисе поискового отряда идет ремонт. Здесь делают музей. Впрочем, хранить память о погибших защитниках Отечества будут не только вещи в стеклянных витринах, но и в холодильниках молекулу ДНК. Поисковики будут забирать биоматериал, чтобы потом было легче установить личность погибших солдат и найти их родственников. Дарья Турцева, Айрат Каюмов. Вести Татарстан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!